ну привет друзья это моя новая ляля я купил себе тачку всем привет дорогие друзья как обычно я заходил во фризер наводил красоту на своей голове по моему получилось очень даже прикольно это что то новое потому что я постоянно последнее время забривал себе виски затылок очень высоко в этот раз решил оставить и сделать такой себе более классический образ и вроде получилось неплохо как тебе что бы ты заметила но это точно так же как для парней знаете когда девушки приходят там и покрасили волосы или там сделали какую-то процедуру там с ресницами или с бровями что-то начудили и там спрашивают ты ничего не замечаешь милый а ты смотришь на свою девушку и думаешь это блин что я должен был заметить все как обычно и вот для влада то же самое с моей стрижкой и с моей прической для меня это кардинальные перемены я все по-новому сделал я знаю что углевая здесь сильнее а сейчас выпил меньше но я не заметила разница но одинаково главное чтобы мне нравилось чем шла дай по городу банкомат и вроде какой-то внутри здания есть надо зайти посмотреть работает ли он сейчас до 6 часов такая банкомат я думал где-то здесь и ты нажмешь ты плохая девочка какие-то холодные вечера уже настали надо бы и курточку надевать а я как-то в кофте-то в кофте я уже под низ и футболку натянул и и кофту такую плотную надел и все равно что-то мне не знаю это 8 наверное у меня под низом ничего не в общем проходим возле какого-то университета еле нашли банкомат и влада рассказывает мне про эти корпуса учебного заведения и такие страшные истории что произошло в прошлом или позапрошлом году здесь лаборатории есть и был пожар какой-то и девочка додумалась залезть в лифт когда был пожар я сгорела там заживо боже не зря ребят пишут когда пожар нельзя пользоваться лифтами вот вам наглядный пример того что произошло в стенах этого учебного заведения залезла в лифт и все надо снять кэш и поменять в доллар и в конце видео я вам расскажу что невозможно выдать сумму 4000 гривен ну давайте по 4 что ж такое сколько она считает по 50 ки блин по 20 гривен по ходу будет все посол . да значит ты хочешь столько снять ты из-за этого взял такой огромный рюкзак сумку для того чтобы кэш складывать это у нас сколько 8 тысяч гривен двенадцать так это сколько у нас теперь 16 последний раз я снял всего чуть-чуть денег и банкомат не не выдает остальную часть суммы я хотел снять немножечко налички и обменять это в доллары ну что не получается как в мой кардхолдер это поместится видите сколько у меня теперь появилось неудобств после того когда я начал работать с l7 поэтому если вы не хотите чтобы у вас появились проблемы вот в таком вот виде не регистрируйтесь не переходите по ссылке в описании этого ролика и не начинайте торговать на разницах криптовалют а кто хочет тоже вот такие вот котлеты то вы сами уже поняли что ссылочка на l7 будет в описании так это то что нам надо потому что гривны эти сейчас я буду обменивать в баксы таким вот магическим образом то здоровенная куча денег стопка превратилась вот буквально в несколько купюр 800 долларов получилось из 20 тысяч гривен новенькие взял пахнут как сказал беназар ну да у долларов есть кстати свой специфические запахи и он отличается от всего того что вы привыкли нюхать смешно владе тоже кстати дал понюхать потому что она с меня так смеялась и говорит что но доллары пахнут обычными бумажками а гривны пахнут бомжами зашли с ладой в грузинский ресторан я вспомнил батуми и свою поездку заказал точно такое же вино как заказывал там и еще хачапури по-аджарски и свиной шашлык грузинский ресторан центре киева посмотрим какая разница так вот такой вот у нас хотя пури получился вот это его дело получился довольно неплохо своеобразно не так как батуми но вкусно я второй раз в жизни не ем ну я люблю сыр прикольный так дальше у нас здесь на очереди шашлычок очень вкусно сильно похож на тот который я заказывал в батуми в последний день своего пребывания там ну привет друзья это моя новая ляля я купил себе тачку и 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 а и и и и и и и и в планах купить такую тачку этот мустанг я взял у своего знакомого покататься дело в том что я все детство всю свою жизнь вообще мечтал про какой-то маслкар смотрел фильмы и просто представлял что на месте всех этих бэтбоев этих крутых парней я когда-то окажусь и буду сидеть за рулем вот такой вот красотки мустанг это была моя мечта с самого детства и когда мне выпал шанс покататься за рулем такого автомобиля то я не смог от этого отказаться я только сделал пару кружков я только придавил на педаль почувствовал в руках руль и я офигел я понял что вот оно вот чего мне не хватало и я однозначно поставлю теперь себе цель купить тачку заработать денег на l7 и купить автомобиль с теми успехами которые есть у меня сейчас мне кажется что это не составит никакого труда саша к примеру поставил себе цель заработать и отложить на квартиру у меня немного не те амбиции да и пока мне рановато но купить вот такой автомобиль который будет стоять порядка 10-15 тысяч долларов я думаю что для меня это вполне реально и у меня это получится настоящий момент вы знаете что у меня уже и так неплохо получается зарабатывать на l7 о всех своих успехах я в каждом видео вам показываю ну и теперь вот у меня есть цель и есть новая отметка с которой я начинаю и буду по ступенечкам к ней каждый день приближаться то понравилось тебе кататься теперь ты меня еще больше будешь любить когда я себе такую куплю да я шучу так ну и пока сейчас как раз создадим новый ордер 170 336 и минимальный курс 99 51 49 все торговый ордер успешно создан и я на одну ступеньку ближе к своей цели ну что ребята вот мы уже и дома я буду садиться и монтировать этот влог и мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по поводу моей идеи о покупке автомобиля хоть у меня уже много лет есть водительское удостоверение я окончил курсы автошколы что такое автомобиль я понимаю хорошо но в современных автомобилях я не сильно разбираюсь честно говоря поэтому было бы интересно почитать ваши комментарии какой автомобиль вы бы приобрели и почему именно у меня в принципе еще есть время все хорошенечко обдумать тем более всю сумму я еще не насобирал и до того момента у меня есть время еще миллион раз все обдумать поэтому буду рад вашим советам по традиции всем спасибо за просмотр этого видео кому оно понравилось ставьте лайк кто не подписан на канал подписывайтесь и до скорых встреч пока в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok